Здесь изначально друзей не было, ну вот семья, это мои главные друзья. Когда мы ехали сюда, у меня не было никаких ожиданий. Потом мне пришел штраф за этот торрент. Немцы не любые шутки понимают с первого раза. А космополит это как метрополит. Шучиться никогда не поздно, я бы здесь с удовольствием тоже пошел, но не получился. Ну и все граждане мира. Родина это вся земля. Ты приезжаешь сюда на два дня, тебе кажется здесь все такое необычное. Здравствуйте, меня зовут Алексей. Сегодня мы будем брать интервью у гамбургского режиссера, аниматора и творческого человека Григория Журавлева. Гриша приехал из Беларуси несколько лет назад. Очень интересная личность и хочется поподробнее узнать, как он попал в Германию, чем уже, чем занимается и какие у него планы на будущее. Мы с тобой познакомились, на самом деле я про тебя очень мало знаю. И мне вот этот весь интерес был, переезда, как ты основался, как начал здесь развиваться. Вот может быть начнем еще даже с Беларуси, да? То есть у тебя театральное образование получается. Расскажи немножко, что ты заканчивал и как потом пошли дела творческие. Я заканчивал 11 класс в Беларуси и занимался параллельно в студии, в театральной, в школьной, в нашей студии. Ну, у нас была хорошая, у нас была театральная школа, там были театральные дисциплины, факультативы театральные. Мы делали уже в школе, создавали какие-то спектакли. И когда у меня стал выбор, надо куда-то поступать, и я маме сказал, что я буду поступать на актера. Она очень долго сопротивлялась и говорила, нет, только не на актера, что это за профессия такая. Но как-то мне удалось ее убедить, переубедить. Тут помогла еще моя сестра, она тоже поспособствовала, сказала, пускай занимается тем, что хочет. И я, собственно, решил поступать на актера. Но у нас в Беларуси есть один вуз, которым этим занимается. Это Белорусская государственная академия искусств. Для того, чтобы туда поступить, нужно было сдать экзамен языки и историю Беларуси. Не знаю почему, но сейчас, наверное, то же самое. И я провалил историю Беларуси, и мне нельзя было поступать в академию на высшее образование. И поэтому мы нашли такой Могилевский театральный колледж. Тогда он был училище. И я поступил туда, и там начинал. Мой актерский дебют был там. Я там учился три года, а потом уже поступил в Гомеле в театр свой родной. И стал работать там, и поступил в академию. Учился заочно в академии. Ездил на сессии, сдавал экзамены. И, собственно, работал в театре. Так я закончил академию. Дальше работал в театре. Как раньше я любил говорить, служил. Ну, а потом уже у меня появилась семья. Мы познакомились с моей женой там же в академии искусств. Мы поженились, у нас появилась прекрасная дочь Николь. И мы решили перебраться в Минск. В Минске тоже нашел театр. Работал сразу в двух театрах. Где-то еще снимался параллельно, бегал, носился. А потом мы решили просто попробовать переехать сюда, в Гамбург. И вот, собственно, совсем недавно, ну как недавно, три года мы здесь. Три года перед короной как раз. В каком году приехали? Мы переехали в 18-м. Вот ты себя ощущаешь в Германии в своей тарелке? Нет, не совсем. Я до сих пор не могу интегрироваться. Я понимаю, что, скорее всего, большая часть этого из-за того, что я не знаю языка. Из-за того, что общаюсь среди русских, контактим среди русских. И, наверное, вот мой интеграционный процесс немножко застыл на этом этапе. И поэтому я так себя не очень комфортно ощущаю. Но я очень хочу влиться в эту движуху. То есть вот сейчас я умышленно пошел на курсы. Буду чаще общаться с немцами. Больше интегрироваться. И там будет видно. Я не знаю, что из этого выйдет. Но уже стыдно говорить людям, когда я говорю, что я плохо знаю язык. Они говорят, сколько ты здесь живешь? И я такой, три года. Уже пора бы как бы знать. А возникла идея переехать в Германию на основе чего? Родственники здесь какие-то есть? Или работу предложили? Друзья? Просто скучно стало? Во, это очень интересно. На самом деле у моей жены, у Рады здесь живут родители. Они сюда переехали. И они здесь живут. В Гамбурге. И так получилось, что мы делали дипломный спектакль. И у нас был дипломный спектакль с Радой вместе. И мы сделали этот дипломный спектакль. Там было всего три человека. Он был про войну. И совершенно случайно ради написала девушка. Ты ее знаешь, Лена Шулькина. Она написала с тем, что вот я вижу, вы учитесь на актеров. А есть вам что показать? Потому что мы как раз здесь хотим привести какой-нибудь спектакль. Есть ли вам что показать? Мы говорим, да, у нас есть небольшой спектакль, который можно перевозить и выступать в разных местах. Она говорит, да, конечно, привозите. И мы так договорились, и мы сыграли четыре спектакля. Здесь в Гамбурге 2, в Бремене и в Берлине мы сыграли четыре спектакля. Сюда я приехал как турист. Мы погостили немножко у Радина родителей. И через какое-то время Радина родителей, Радина мама говорит, а не хотите вот переехать? Просто попробовать. Ну, а так как Рада она гожданка Латвии, она может жить где хочет в Евросоюзе. И поэтому мы так подумали, а почему нет, чего мы теряем. И мы решили попробовать. Я не скажу, что это была какая-то эмиграция. Мы не эмигрировали, мы не... Ну, наверное, это сейчас такое слово модное. Сейчас есть экспаты, да. Просто решили поехать и пожить где-то в другом месте. Я как понимаю, вы были уже здесь и просто решили остаться еще. Нет, нет, нет. Мы вернулись в Беларусь. Вернулись после спектакля. Я дальше работал, конечно. Там было на самом деле все сложно. Мы еще в Гомеле, наверное, жили. Это мы заканчивали училище, академию. И жили в Гомеле, вот здесь погастролировали, повыступали, посмотрели. Ну, знаешь, когда ты приезжаешь туда на два дня, тебе кажется, здесь все такое необычное, классное, суперское. Ты еще не знаешь, не сталкивался ни с чем. И поэтому... А потом мы уже из Минска... В Минске на самом деле было тяжеловато. И, как сказать, тяжеловато было совмещать много-много всех театров, антреприз. Здесь съемки, здесь аниматор, здесь еще что-то. Плюс ребенок подрастал, мы решили попробовать. И я нисколько не жалею о вот этой попытке. Первое, что произошло, когда вы приехали, такая, не знаю, первые шаги какие-то. Какие вы делали? То есть, там, квартиру получить, оформиться что-то, не знаю, помощь государственную, или сразу работу нашли. Получить квартиру там сначала, это только мечтание. Мы искали, что-то делали. Где-то там договорились, я снял помещение, вел театральную студию, потом она благополучно закрылась во время короны. Где-то шоумных пузырей я привез из Беларуси. Я знал, куда я еду, и знал, что будет не очень легко. И я прям с огромными сумками реквизита ехал сюда в несколько заходов. Что-то приезжал, привозил, ростовые куклы привозил. Мне кажется, наверное, мы просто везучие. Нам как-то все попадало само. Я не знаю, как в моей жизни это все устроено, но когда-то мы искали квартиру, как-то случайно она к нам сама приплыла здесь, в этом районе. Он только построился. Нам сказали, а вот сходите, посмотрите. А мы сходили, посмотрели. А нам, пожалуйста, нате. Вообще, в целом, мне очень нравится вот эта человечность и доброжелательность. Очень много светлых людей встречаешь на улице. Много кто тебе рад, кто тебе там улыбается. Да, такая хотя бы, хоть и фальшивая, да, такая улыбка, но все равно дежурная, да, дежурная, но она есть. У нас больше люди такие мрачные ходят, такие смурные больше. Ну и нельзя так сравнивать. Я очень люблю Беларусь и очень хочу в Беларусь. И нельзя сказать, что я сюда там переехал жить. Я вот не могу такого сказать. То есть я пока живу здесь, это правда. А вот где жить, не знаю. Ну и мне не с чем сравнивать, по сути. Я был там, Беларусь, Россия, Украина. У меня есть вид на жительство, которое я получил. Тоже там была история с этим, как я его получал. Это сейчас, наверное, еще сложнее все. Но я приходил ночью занимать очередь, чтобы отстоять, чтобы туда попасть. Ауслендер Бехерде – это отдельные все траблы. Но все получилось, все получилось. Я не знаю, как это получилось. То есть, получается, я, как понимаю, сразу вписались в жизнь. Сразу в тусовку попали, в творческую. И сразу начались какие-то проекты, да? Да вот в том-то и дело, что никуда мы не вписались. Я думаю, что творческую тусовку мы начали делать вокруг себя. Сами, да? Да, мы занимались такими вещами, которыми здесь, в Германии, ну, просто нельзя заниматься. То есть, я скачал торрент. Я скачал фильм. Это я помню, кстати. Это эту историю помню. Да, я скачал фильм на торрент. Очень хороший фильм. Три билборда. Я потом его показал. Очень хорошо, что туда не пришло людей. Потом мне пришел штраф за этот торрент. Ну, то есть, такими вещами занимались, не понимая, что здесь такого делать нельзя. Такого не было, что нам там предлагали какие-то проекты. Нет, все искали как-то. Все создавали сами. Все самоорганизовалось, да? Да, сами искали. Ну, молодцы, активные. А вот я, насколько знаю, вот шоу мыльных пузырей, это твоя такая фишка. И где-то видел даже на видео. Очень прикольно смотрится. Потом, помимо шоу мыльных пузырей, еще спектакли для детей ты делаешь. Да, да. С участием самих же детей. Иногда с участием детей, но... То есть, Гриша получается не только актер, он еще и режиссер. Он ведет театральную студию. Веду. Я веду театральную студию. Мне кажется, это очень важно. И для нас это с радой никогда не приносило такого большого дохода. Мы никогда от этого так сильно не зарабатывали. Но мне кажется, это важным для того, чтобы и себя поддерживать как-то в тонусе. Для того, чтобы заниматься тренингом, заниматься с детьми. Плюс, мне кажется, это важным для детей. Мне хотелось отдать свою дочку в какую-то актерскую студию. Но мы ничего не находили. А то, что находили, ну... Просто или далеко ехать, или что-то не устраивает. И поэтому решили сами вести. Решили сами создать. Опять-таки, видишь, тоже. Сами решили все сделать. И сейчас тоже ведем студию детскую театральную. И хотим сделать какой-то спектакль. Дочка тоже в театре участвует. Да, дочка. У нее не было такого большого премьерного опыта с нами, со взрослыми пока играть. Они скорее делают свои. Мы делаем там свои детские штуки. Но она участвовала в одном спектакле у нас. У нее был один выход, да. И она тоже участвует у нас в спектакле. Мы с ней занимаемся в студии. Никаких там поблажек, что она моя дочка, наша дочка у нас нет. У тебя же сейчас в спектакле «Украинец» есть. Паша, да, ты говоришь? Да, Паша. Что мы могли бы, я ему сразу предложил какое-то дело. Давай мы что-нибудь сделаем, чтобы и заработать. И в работе, мне кажется, это единственный способ, вот как ты говоришь... Отключиться. Да, отключиться немножко, переключиться. И та же самая помощь, помогать людям. Конечно. Это скорее для себя, да, чтобы ты себя как-то смог... С пользой кому-то преподать. Да, с пользой кому-то подарить. Тебе самому от этого легче. И если ты еще кому-то делаешь легче, и если от этого одни плюсы, почему нет? И поэтому... Да, и вот Паша это профессиональный актер театра и кино. Он играл в театре в Тюзи, в кино снимался. И он вынужден уехать был. И я очень счастлив, что мы его встретили. И я думаю, что он с нами будет надолго. Если не вернется, хотя я говорю, что очень хочет в Киев вернуться. И сколько он здесь будет, столько мы будем с ним работать, столько мы будем друг друга поддерживать. А какие вообще подработки были? Тяжелые, легкие, прикольные? Легких не было. Легких не было. Ну вот был один случай с шоу-мыльных пузырей, но это такая подработка. Нет, такие подработки типа стройка, уборка. Из этого легких никаких не было. Я убирался максимум... Самое легкое это я убирался в номерах в гостинице. И это было такое легкое. Хотя это не самая легкая работа, я скажу. Но тоже интересно. Можно книжки послушать. Ты там что-то пылесосишь, наводишь порядок здесь. Там цветочки полил, здесь прослушал. Одну книгу, вторую схватился. Чего еще было? Кухни носил, поднимал, испускал, разбирал. На складах работал. Вагоны разгружал, контейнеры. В основном на стронг силу прокачивать. Стройка? Нет. Вот, кстати, стройка меня здесь минула. Здесь минула, да. Я в Беларуси стройку узнал, что это такое. Переезды. Переезды, кухни, это все. Вот такая жизнь в Германии. По-разному, бывает по-разному здесь. Так не намазано медом. Хотя, если ты, наверное, специалист и едешь уже сюда на все готовенько, если тебя приглашают, то так, наверное, приятно приехать. Но у меня не так было. Мало у кого так. Ну что, Гриш, спасибо тебе большое за интервью. Лех, спасибо. Я желаю удачи каналу.